русским людям которые получили российское образование и выросли на примере реальных государственных деятелей трудно представить себя голосующим за клоуна это невозможно у нас он даже подписи не соберет необходимые для участия в голосовании да и никакая партия не выдвинет такого кандидата по крайней мере пока он не пройдет всю политическую школу и не поработает достаточное количество времени в разных должностях и не покажет себя максимум на что такой человек может рассчитывать это избрание в парламент впрочем ваш покорный слуга не фанат и такой идеи но права есть права и запретить баллотироваться мы не можем но это у нас ватников в мире победивший демократии где могут избрать милии или зеленского правила другие там нужны лайки и посты в соцсетях комментарии блоге и вот вас тогда сразу выберут одна европейская страна уже избрала себе комедиантов лидеры и смеется 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 аж до слез и и примеру недавно последовала аргентина где избрали новое лицо политики либертарианцы милее и уже тоже хохочут перемешку с митингами и выпуском местных квази валют чтобы хоть как-то преодолеть разгоревшийся в стране экономический кризис речь о провинции лари оха где губернатор из оппозиционной милее партии вынужден говорить цитирую я не хочу чтобы наши люди умирали от голода губернатор рикардо кентелло очень смешно он просто обхохочешься если еще и послушать ответ хавьера который сказал я не буду помогать им если план провалится и это лидер страны смотри на кремль и не путай напомните мне пожалуйста когда это владимир путин отказывался помогать если что-то случалось так там и помощь даже не дружественным странам оказываем когда в этом есть потребность не говоря уже о своих регионах своих со всех смыслах они только в частях государственной границы собственно проблема в том что данная тенденция никого ничему не научила и люди по-прежнему готовы выбирать с опорой на лайки в соцсетях и лиц знакомых по игре в кино знакомьтесь турция вышла на сцену и нет пока еще эрдеган никуда не уходит но замена ему есть достойная эрдал бешик чикаглу актер известный туркам по роли противоречивого полицейского и госдеятеля реджепа язык джаглу то ли играя роль государственника или из-за трендов но эрдал решил попробовать себя в роли мэра анкары и имеется шансы на победу если судить по интернету при этом в любой стране мэр столицы это не последний человек государстве взять нашего собянина страшно сказать но похоже это современный тренд по всей видимости лебединая песня однополярного мирового устройства в рамках которого компетенции рассудок ценится значительно меньше чем умение понравится аудитории игнорировать ситуацию когда люди сознательно выбирают не задумываясь о последствиях нельзя примеры есть и они казалось должны научить научат только тому что все повторяется мы уже видели чем закончился президент соседей на очереди остальные эпатажные лидеры и главы правительств городов друзья хотим напомнить что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке вместе победим реквизиты для поддержки в описании к видео